Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня хочу снять инвентаризацию косметики. Мы все посчитаем и заодно я вам покажу, сколько всего у меня есть. И я хочу, наконец, с 2021 года много чего закончить и в конце в пустых баночках показать вам. Потому что косметики у меня на самом деле очень много и столько, по большому счету, даже и не надо. Первое, с чего мы начнем, это категория тени. Хочу показать вам вот эту палетку, мою гордость. Как вы видите, почти я ее добила. Два оттенка напрочь закончились. Для меня самое сложное заканчивать темные оттенки, но я думаю, что хотя бы, не знаю, мне нужно еще три месяца и это все, все закончится. Дальше вот такая вот палетка с нюдовыми оттенками. По-моему, как она называется сейчас? All About Nudes. А вот это была All About Toffee. В общем, здесь тоже есть углубление. В ближайшее время, думаю, ее тоже закончить. Потому что эти палетки уже достаточно старые. Им, наверное, три где-то года. Я вам снимала обзор, когда их покупала. All About Roses. Здесь, конечно, цвета немного не мои. Но, опять же, можно использовать. Вот эти светлые идут на ура. Всегда у меня светлые хорошо идут, темные остаются. Здесь еще сложнее работать. Черные цвета я вообще в макияже не использую. Это All About Gray, но здесь черный просто обалденный. Из четырех этих палеток, я думаю, как минимум две в конце года я должна закончить. Вот эти две, я думаю, скорее всего. А, нет, нет, нет. Вот это и вот это. Возможно, я кое-что пропустила или забыла. Вот это тень у меня от Revolution. Это не все, конечно. Конечно, вот эту палетку точно я должна закончить за этот год. Прямо обязательно, потому что здесь матовые оттенки. Матовые я люблю. Квикс, отойди. Отойди, дорогуша. И здесь они все-таки универсальные. Вот этот оттенок идеально подходит для бровей. И вообще, я однажды села на эту палетку, поэтому здесь образовалась такая трещина. В общем, эта серия, она недорогая у Revolution, но при этом очень качественная. Здесь вот есть небольшое такое углубление. Поэтому до конца 2021 года я должна закончить обязательно эту палетку. Что касается вот этой, это обалденные тени. Это лучшие тени, которые я когда-либо пробовала. Палетка такая стоила около 9 евро, по-моему. А нет, 9 фунт стерлингов. Вот. Очень нравятся цвета. Супер пигментация. Просто обалденная вещь. Дальше. Вот такая вот палетка, которая мне понравилась меньше всех. Цвета слабо пигментированные. Вот эти вот синие цвета вообще, можно сказать, не пигментированные. Единственное, что радует вот эти два матовых оттенка, которые наносятся классно. Это палетка Smoked от Revolution. Я не знаю, почему здесь появились такие пятна. Я вроде пользуюсь аккуратно, не знаю, кто это делает. Дальше у нас шоколадка их фирменная. Немного закос от Too Faced. Очень хорошее качество теней. Но у меня что-то рука никогда не доходит до этой палетки. Но надо бы уже начать ею пользоваться. Думаю, что до конца 2001 года, 2021 года, я ее точно не закончу. И последнее, знаки зодиайки, такие зеленые оттенки. Одно время я частенько делала макияж на мукбанке. Но потом мне начали писать в комментарии, что подобные цвета тебе совершенно не идут. Поэтому даже не знаю, куда намазывать. Здесь вот есть база для бровей оттенок и зеленые цвета на подвижное веко. Не использую, если честно. Не думаю, что смогу закончить. Раскинула мозгами, притащила свет. Еще две палетки, вот такие вот интересные, мягенькие, в форме булочек от Revolution. Что касается качества теней, они не очень пигментированные, не лучшие в моей жизни. Хотя я уже на ютубе смотрела отзывы и знала, что они не вау. Но из-за упаковки я, конечно же, взяла. Также у меня, кстати, есть хайлайтер, румяный бронзер. Их тоже дальше вам покажу. Но тени, ну так себе. Пару раз сделала макияж, и осталась мне в восторге. Цвета не совсем мои, поэтому просто лежат. Думаю, что закончить мне их не удастся. Дальше сборная солянка. Четверки от Bale. Матовые тени. Качество мне очень нравится. Их, по-моему, шесть оттенков. Я взяла самые такие универсальные. Есть голубые, зеленые. Но я подобные цвета не очень люблю, поэтому взяла что-то такое универсальное. Этот оттенок, он упал и разбился. А вот эти два я прям до донышка натерла. Посмотрите. Хорошие тени. Планирую тоже закончить. Если получится, даже вот эти две тенюшечки. Надеюсь, что получится. Дальше вот такие вот тени от Jade. Кто-то называет Jade. Это новый дизайн. Покупала, наверное, год где-то назад. Чем-то мне упаковка напоминает косметику Tom Ford. Как-то так дорого и богато, так скажем. Тени обалденные. Мне нравятся. Буду пользоваться. Закончу, не закончу, не знаю. Посмотрим. Вот. Но универсальные оттенки, которые очень красиво переливаются. Сейчас даже вам сводч сделаю ради исключения. Посмотрите, какой красивый цвет. Переливается обалденно. И палетка от Zoeva, которую мне дарил мой любимый. Он покупал ее в Sephora. У нас в Азербайджане косметика от Zoeva не представлена, к сожалению. Но вот этот цвет. Вот этот вот. Он просто обалденный. Это прям нечто. Это жидкое золото просто на глазах. А это твердое золото на кровати. Гляньте, какой пацан. Есть невесты для него. Он блогер, жилплощадь, умеет зарплату, зарабатывает на Ютубе. Авторитета Дома Море. И последнее среди палеток, что я вам покажу. Возможно, есть еще что-то. Просто я забыла. Лежит где-то в косметичках, в сумочках. Ну да ладно. В общем, вот такая вот палетка. Это китайская реплика под Naked. Мне ее дарили. Дарил один из блогеров. Вот. Я обычно сама никогда не покупаю китайскую косметику. Потому что она не сертифицирована. Я считаю, лучше взять какой-то Rimmel Maybelline. Тоже недорогой, чем 3-4 вот такие китайские палетки. Но ее я храню, потому что мне очень нравится качество теней. Поэтому она у меня лежит. Хотя очень редко делаю с ними макияж. С этими тенями. Дальше, опять же, во время скида, кайка не смогла устоять. И купила себе такую четверку от Ideal Private Label. Цвета совершенно не мои. Не думаю, что смогу закончить за ближайший год. Хотя там вообще объем небольшой. Дальше Catrice. Опять же, промахнулась с оттенками. Эти вроде два для бровей. Но это скорее для блондинок. Для меня вообще не подходит. Очень светлые. Только можно в виде тени использовать. И хайлайтер обалденный. Насчет хайлайтера претензий нет. И вот такая вот четверочка, которая называется Quattro от Essence. Я покупала на Beauty Home. С бешеной просто скидкой. По-моему, 50 рублей стоила такая палетка. Решила взять. Почему нет? Там вот была ликвидация товара. И я взяла. Подводим итоги. У меня получается 19 палеток теней. Не считая однушки. И должно остаться всего 14. Посмотрим, сколько получится. Ну вот это точно должно закончиться. Это обязательно вот эти две. И посмотрим дальше, что я сумею закончить. Было бы идеально, если еще и это. Что касается хайлайтеров. Я думала, что их будет значительно больше. Некоторые, конечно, я подарила. Например, вот такие вот Revolution. У меня было 5. Два я подарила. Один Шелли, другой Асель. Поэтому теперь 3. Но я почему-то думала, что хайлайтеров намного больше. Не знаю, куда они у них сиделись. Начнем по порядку. Так, начать хочу с такой палетки. Она обалденная. Очень красивая. Причем стоила она тоже не дешево. Но качество оставляет желать лучшего. Очень плохая пигментация. Я на самом деле думала по рисунку, что эти хайлайтеры будут точно-точно такие же по качеству, как вот этот вот от Revolution. Я думала, что это одна и та же серия. Просто здесь их 3. Но оказалось, что нет. Эти вообще не блестят. Это просто нечто. Свечение из космоса. Гляньте на это. И давайте посвочим вот этот. Просто как какая-то пыль. Вообще не светится. Поэтому не думаю, что закончу. Просто можно использовать как зеркало. Потому что очень красивая палетка. Отсвечивает. Привет! Повсю пытаюсь уже второй месяц закончить вот этот вот хайлайтер от Revolution. Мягенький. Такое качество обалденное. Очень нравится. Цвет идеально мне подходит. Как вы видите, уже видно донышко. Думаю, что где-то в конце января этого хайлайтера уже не будет. И он будет в пустых баночках. Поэтому этот нужно быстренько заканчивать. Во-первых, потому что я его очень люблю. Во-вторых, потому что он такой, знаете, слабо спрессованный и быстро уходит. Далее три сердечка от Revolution. Я обожаю вот это вот. И вот это. Назвать этот хайлайтером просто язык не поворачивается. Хотя на нем написано, что это хайлайтер. Он очень темный. Его я чаще использую как тени. Но так как на нем написано, что это хайлайтер, поэтому я его включила в эту категорию. А так все сердечки, они обалденные. Я даже не вижу смысла покупать такие от Too Faced, если есть такого офигенного качества. Всего за 7 фунт стерлингов или за 6. Просто обалденно. Это получается где-то 8-9 долларов. Почему нет? Дальше новиночка. Я не знала, куда ее включить. В скульпторы, в пудры или в хайлайтеры. И решила в хайлайтеры. Я видела, другие девочки показывают. И когда скульпторы показывают, например, одну и ту же палетку, где три продукта. И когда пудры показывают, потом отдельно опять же эту палетку. Дабы экономить время, я вам сразу говорю, здесь есть пудра, бронзер. Я, кстати, в магазине спрашивала, что мне нужен бронзер. Нет, скульптор в оттенке taupe. И мне сказали, что это он. Хотя это не он совершенно. Он отдает в ржину. И такой потрясающий просто хайлайтер. Хайлайтер и пудра-бомба. Насчет скульптора вообще отстой. Опять Revolution. Я обожаю этот бренд. Во-первых, за их скидки, за недорогую стоимость и за качество. Как вы видите, вот уже есть прогресс. И вот здесь, кстати, все стерлось. Это, по-моему, назывался Kiss Kiss. Skin Kiss. Pink Kiss Revolution. Опять Revolution. Вот эта, кстати, палетка мне очень напоминает. Подобная палетка есть у Sleek. Но здесь тоже очень хорошее качество. Румяна, очень сильно пигментированный. Я такой, если честно, не люблю. Но хайлайтер-бомба. Три продукта, можно сказать, знаете, travel-версия взяла с собой. Небольшая миниатюрная упаковка. Здесь еще и зеркальце. И все. Поехал путешествовать. Очень удобно. Хотя надпись, опять же, стерлась. Я особо, кстати, даже не пользовалась. Не знаю, почему так быстро. У меня всегда у всех средств стирается надпись. И здесь такой хайлайтер. Но он ужасный. Мне он вообще не понравился. Я, когда его покупала на сайте, он отдавал в синего. А пришел мне такой белый. Деина. Он у меня сломался. Я его переспрессовала. Опять же, надпись стерлась. Но хайлайтер крутой. Хотя я постоянно про него забываю. Он у меня лежит где-то далеко. В дальней полке. Я про него никогда не вспоминаю. А эта палетка как раз-таки на любителя. Потому что этот голубой оттенок, он прям как тени на ваших чеках. Если вы любите неординарные оттенки, хайлайтеры, чтобы ваше свечение было видно из космоса, то эта палетка как раз-таки для вас. Такая миниатюрненькая, упаковка классная. И вот, клянусь, ни разу не делала ни один макияж, кроме свочей с этой палеткой. Революшн. Вот здесь вот сломалась штучка, которая открывается. Поэтому я думаю, что эти хайлайтеры нужно обязательно закончить. Правда, здесь такие не универсальные оттенки. Вот этот хайлайтер, я не понимаю, какая должна быть темная кожа, чтобы он подошел. Разве что использовать как тени. В таком объеме тени можно закончить лет через 5, наверное. И то каждый день надо пользоваться. А так, в принципе, этот цвет мне очень нравится. И вообще, тени Революшн, хайлайтеры, это просто супер. Не считая их упаковку. Посмотрите, в каком состоянии. Я не знаю, что это за пятна реально. Откуда они взялись? Прям как будто с помойки палетка, честно. Еще при таком освещении, это вообще ужас какой-то, страх божий. Опять Революшн. Я переспрессовала вот такую упаковку, потому что исходная упаковка сломалась. Поэтому переспрессовала, буду пользоваться. Надеюсь, что за этот год я закончу обязательно. И последний, это ошибка. Ошибка всей моей жизни. Это опять же Революшн. Я подумала, что это сухой продукт на сайте. Но оказалось, что это, в общем, кремовая текстура. Очень неудобная в использовании. У меня сразу тональность съезжает, когда я пользуюсь кремовыми хайлайтерами или, например, румяными. Вот такая вот куча у меня хайлайтеров. Планируется, что за 2021 год я закончу как минимум 3 хайлайтера. А точнее, это будет, как вы поняли, вот этот вот. Надеюсь, что этот. И постараюсь добить вот эту красоту. Следующая категория, это бронзеры и румяшки. Скульпторы. Наверное, это даже будет скульптор. Начнем с двух таких крошек от Слик. Вы, наверное, подумаете, что это одно и то же. На самом деле нет. Это немножко темнеет и светлее. Оба оттенка мне нравятся. Единственное, упаковка очень быстро пачкается, как и все упаковки от Слик. Вообще, косметика мне нравится, потому что они слабо пигментированы. Я подобные люблю. Дальше моя ошибка. Я подумала изначально, что это сухой продукт. Хотя у них, кстати, есть серия такая же в таких упаковках, просто там сухая текстура. Это оказалось кремовое, поэтому она у меня лежит. Наверное, скорее всего, выброшу, потому что закончить мне такой не удастся. И упаковка такая, все липнет к ней. Дальше здесь румяшки от Benefit. Как они назывались? Вот такая упаковочка. В общем, цвет такой немного поросячий. Я подобные не очень люблю, поэтому лежит у меня. Не думаю, что в ближайшее время я смогу закончить. Вот такая вот палетка от Revolution. Опять же, помните, хайлайтеры показывала? У меня была такая палетка еще и с хайлайтерами. И опять же, здесь тоже оторвалось зеркало. Оно у меня вот есть, но просто отдельно живет от палетки. Поэтому хотелось бы, конечно, в первую очередь закончить палетки, которые сломались там по какой-либо причине. Но здесь столько продукта. Это, наверное, где-то года 3 или 4 надо каждый день мазаться, чтобы это закончить. Особенно вот этот оттенок. Посмотрите, какой пигментированный. Я ненавижу, когда румяна сильно пигментированный. Потому что я не особо такой профи, поэтому могу переборщить. Или вот этот оттенок с блестками. Нафига нужны румяна с блестками? Не знаю. А так вот эти вот оттенки, они достаточно универсальны. Можно пользоваться. Но насчет двух вот этих, вот я очень сильно сомневаюсь. Очень старый продукт. Наверное, первый мой бронзер. Это от Floormar. Покупала где-то в Моли. Floormar это турецкая косметика. Кто не знает качество, мне очень нравится запеченный продукт. Бесконечный просто. Не думаю, что и в этом году я его смогу закончить. А вот это бы очень хотелось. Это Golden Rose. Оторвалась крышечка. У меня был такой еще розовый. Его я подарила Пати. Вот. Розовый был намного лучше. Это коричневый. Прям сильно пигментированный. Даже не знаю, куда его. Постараюсь за этот год обязательно его закончить. Вообще, хочу закончить все продукты, где крышечка оторвалась, где еще что-то. Потому что такие продукты ты никому не отдашь. А выбрасывать, если честно, мне жалко. Я люблю прям заканчивать продукты. Дальше здесь такие румяны. Это от Catrice. Просто обожаю этот оттенок. Здесь еще есть хайлайтер. Он просто не кокущий. Я беру все это вместе, перемешиваю и наношу себе на щечечки. Тени, которые я использую как румяна. Они просто идеальны для этих целей. Прям каждый день в последнее время собираюсь добить до конца обязательно в ближайшее время. Бронзер от Bourjois. Здесь даже, по-моему, был ценник, почему я его покупала. Я его покупала за 14 долларов. Ну, здесь огромный объем и прям пахнет обалденно шоколадкой. Сладкий такой аромат. Немного есть блестков. Вот. Но на щеках это дело не видно. И, слава богу, очень слабо пигментированно. Так как я люблю. Что не скажешь об этом продукте. Это вообще. Я два раза пыталась сделать себе скульптурирование вот этой штукой. Я просто была похожа на Андрея Петрова. Вот честно. Это были просто ужасные скулы. Прям нарисованные. Как будто мне справа и слева просто дали леща. Причем леща какой-то железякой, арматурой. Дальше здесь у меня румяна от Chanel. Я их купила на скидке по своей тупости, дурости. Там вообще они копейки стоили. Я думала, блин, надо взять. А тут просто такой оттенок, который вообще никуда. Вот я люблю сэкономить, и поэтому покупаю хлам. Уже, наверное, где-то 3 года они у меня лежат. Я использовала их как тени. В общем, надо это выбросить, если честно. И не стоит покупать люксовую косметику по скидкам. Какие-то дурацкие цвета. Делайте выводы. Дальше здесь такие румяна. Этот оттенок мне очень нравится. Этот, в принципе, тоже оба можно использовать. Нравится. Я планирую всех румян, бронзеров и закончить где-то, наверное, 3 средства. Однозначно, вот эта штука у меня закончится. Возможно, эта и какая-то из слик. Следующая категория, это у нас тональные и пудры. Здесь все понятно и ясно. Мне очень нравятся такие пудры от Rimmel. Они стоят очень дешево. Вот 10 монат 60 копеек. Это около 400 рублей они у нас стоят. Обалденно. Мне очень нравится. Я им пользуюсь. Я просто фиксирую тональный. Покупаю и оставляю у меня в самом светлом 0,1 оттенке. Также попробовала Fit Me от Maybelline. Тоже неплохо. Вот сейчас он у меня, кстати, используется каждый день. Пытаюсь закончить. Как только закончу, приступлю к этим красавцам. Еще, кстати, у меня есть от Chanel. Тоже покупала на скидки. Давным-давно. Плотная пудра достаточно и темный оттенок. Поэтому мне не очень нравится. Дальше перейдем к тональным. У меня есть два тональных от NYX. Этот мне не очень хорошо подошел, потому что он супер для жирной кожи. Как я поняла, нанесла им тон, сняла видео, меня там обосрали. Я потом закрыла комментарии. в общем, там в Инстаграме вы видели. Купила вот такой вот тональный. Просто хотела попробовать, потому что их снимают с производства. Красота, не правда ли? От Max Factor. Опять же, недавно взяла тон. Он очень светлый, но им удобно разбавлять темные тональные основы. Он такой жиденький. Прям получается пушка. Очень бюджетный тональный, который я пробовала в такой черной серии. Royal Mat называется. Он стоит вообще очень дешево. 5,80. Но, несмотря на это, я безумно довольна качеством этого продукта. Это просто находка, девчонки. Если хотите что-то бюджетное, выберите. Выберите его, выбери меня. Дальше. Rimmel. Такой тональный от Rimmel. Он, наверное, для супер-супер жирной кожи мне совершенно не понравился. Но, как-то, знаете, я разбавляю с другими тональными, и как-то получается нормально. Что касается вот этого, у меня уже один такой закончился. Он у меня уже в пустых баночках. Я вам, наверное, в следующем году, в конце следующего года буду снимать видео пустые баночки декоративки. И вот там я его обязательно покажу. Я прям, знаете, его закончила до конца, и потом еще кисточкой залазила внутрь, и вот эти вот края вычищала. Мне доставляет удовольствие, когда косметика декоративная заканчивается. Дальше от Revolution, Revolution Pro тональный, он очень плотный, ну прям очень, это прям замазка какая-то. Тональный от NYX, не пробовала, он у меня еще запечатан, только купила, пока что ничего сказать не могу. Знаете, все открывать не хочу, потому что лежит все. Дальше Fit Me тоже ни разу не пробовала, запечатан, взяла в 95-м оттенке, надеюсь, что подойдет. А Baby Skin, кстати, кто бы что не говорил, все хвалят базы под макияж. Я никогда не использую базы под макияж, а когда использую, они очень сильно закупоривают поры и появляются у меня прыщи на самом деле. Поэтому я могу себе позволить Baby Skin, только если я иду на какое-то важное мероприятие, мне важно, что все держалось офигенно, не было видно вот этих вот углубленных пор, вот, как по праздникам только у меня, поэтому лежит уже давненько, наверное, больше года точно. Что касается тональных и пудр, я думаю, что за этот год я должна закончить как минимум пять пудр и где-то четыре или возможно даже пять тональных, потому что каждый день я наношу тон на свое лицо. И некоторые здесь, они по половинке, поэтому думаю, что быстренько все это дело закончится. Например, вот этот здесь осталось совсем чуть-чуть, а я вам два тональных не показала, кстати, сейчас вспомнила. Почему я забыла их показать? Потому что сейчас я использую этот Catrice. Он классный, но это самый светлый оттенок и он для меня темный, поэтому я его миксую с вот таким вот Rimmel Stay Matte. Он в самом светлом оттенке. Этот слишком светлый, этот слишком темный, но вместе они делают офигенный тандем, которым я пользуюсь каждый день, пытаюсь их оба закончить. Блески и помады. Даже не знаю, с чего начать и чем закончить, потому что очень много всего. Каждую помаду в свою очередь я не буду, потому что у меня есть отдельное видео, где я это все показываю. Как попугай повторять одно и то же не буду. В крайнем случае оставлю вам ссылочку. Правда, там снято ужасно, то есть там отсвечивает и не видно. И именно из-за этого, кстати, я хотела переснять это видео. Но сейчас вам быстренько по категориям покажу. У меня, значит, 5 штук желе от MAC. Они были раньше на скидках, их снимали с производства или еще что-то. Я купила их много. На самом деле у меня их не 5, а намного больше, просто я не могу найти. Как минимум 2 мне обязательно нужно закончить за этот год. Надеюсь, что у меня это получится, потому что они обалденные. Знаете, они стойкие, в то же время волосы не липнут к этим блескам. А вот еще один. Что ж, я его пропустила. Дурацкий оттенок. Но тоже взяла, чтобы были все. Боялась заляпать кровать, но обязательно это сделала. Такие вот 4 помады от NYX. Должно было быть их 5, не знаю, где еще одна. Ну, в общем, вот этот цвет еще можно закончить, но про этот я вообще не знаю, что сказать. Наверное, его надо переспрессовать или как сделать с другим оттенком. Этот красный еще можно использовать, а вот этот уже у меня заканчивается, потому что он у меня сейчас в косметичке, его надо до конца добить. Вот оттенки. В общем, если считать эти 4, я думаю, что 3 из этих 4 уже надо заканчивать, потому что они у меня достаточно давно. с этим произошел вообще какой-то несчастный случай. Он явно пострадал. Новинка из новой серии NYX. Стоил он что-то в районе 900 рублей, но мне очень нравится цвет. Обалденная штука. Думала взять матовую серию или эту. Взяла эту и не пожалела, кстати. Пользуюсь. Обалденная вещь. Давайте вот так вот покажем блески. Это Жаде. Он обалденный. В этом году обязательно я должна его закончить. Прям без вариантов. это нечто. Какой оттенок? Давайте вам покажу, что вы если что тоже могли его купить. Не фокусируется скотина. Вот. Просто берите не думая. Обалденный блеск. Дальше от Bourjois 3D эффект. Он у меня уже заканчивается. Он тоже в косметичке. Вот-вот он тоже пойдет в пустые баночки. Эти два блеска обязательно должны закончиться. Но если сравнивать их, мне больше нравится Жаде. Дальше покупала бледнее оказался вот такой термоядерный оттенок. Дальше El Corazon огромные просто блески. Напоминает 90-е, но тоже должна добить обязательно. Вот эти вот три обязательно должна закончить и показать вам в пустых баночках. От Essence вот кажется, что он такой темный. На самом деле он полупрозрачный, очень красивый. Смотрится на губах просто пушка. Губы кажутся намного больше. Дальше вот эту красоту пора уже выбрасывать. Это подделка под худу. И здесь Golden Rose тоже обалденная помада. Просто если честно, так как у меня сохнут сейчас губы, я лечу свою кожу, поэтому матовые помады сейчас не являются моим мастхэвом. Вот о чем надо думать, когда ты покупаешь от Sleek помаду вот такого оттенка. Ну вот куда ли там? Только если на Хэллоуин. Не знаю, как я буду заканчивать эту помаду и с какой целью я ее купила вообще. Но пока что лежит она у меня. Очень красивый обалденный оттенок от Ideal Privat Label. Это азербайджанское производство. Причем у них упаковки почти как люкс. Очень красиво и нежно смотрится. Разные оттенки есть, но если я не ошибаюсь, их что-то снимают с производства. Хотя очень жаль, хорошие помады. И в общем покажу вам вот так вот. Есть у меня такая малютка от Sleek. Красивый оттенок искажается. Оттенок он кажется какой-то термоядерный. На самом деле просто ягодный такой яркий. Дальше вот такой вот блеск. Это просто раритет. Напоминает мне детство. Мы с подругой постоянно их покупали. Я стараюсь им не пользоваться. Боюсь, что потом не найду такие блески. Просто как память лежит у меня. Дальше от Golden Rose сколько у меня здесь помад. Давайте я не буду на каждой останавливаться. Просто я планирую из всех из них закончить где-то три хотя бы. Хотя бы три. Потому что много. Зачем столько? Причем они все разные. Супер дешевые помады от Jeff. Стоят они в районе 3 долларов наверное где-то. Но хорошее качество помады. Я покупала когда была на первом курсе и просто балдела от этих помад. Думала вау какое счастье где я нашла такой бюджет. Причем упаковки классные. Вот так пишется Jeff помню турецкое производство если я не ошибаюсь. Опять три помады от Golden Rose планирую вот эти две обязательно закончить. Красную думаю что не удастся мне закончить. Ну и здесь немножко хлама. В общем и целом я планирую из всех вот моих помад хотя бы 10-12 штук до конца года обязательно закончить. Последняя категория это у нас тени однушки это L'Oreal треть тенюшки от Catrice одна из серии мат а вот эти вот сатиновые если честно это зеленый мне вообще не нравится это можно в виде хайвайтера использовать как-то закончить. Дальше у нас MAC этот кстати сломался ну да ладно вот это must have мой обожаю такие оттенки дареному коню в зубы не смотрят поэтому ничего мне эту тенюшку подарил Beauty Home и эту кстати тоже наверное не ходовые оттенки поэтому они вот так вот раздаривают Color Tattoo от Maybelline обалденный цвет золото дальше однушка от MAC еще одна MAC еще одна MAC старая на первом курсе покупала и вот такая прелесть она у меня разбилась хотя такой универсальный оттенок прям обалденный наверное перец прессует потому что мне нравится и забыла совсем вам показать что у меня есть такие румяшки от Belle старые тоже уже наверное года три точные кстати здесь еще затискалась эта помада в общем что касается однушек если я закончу две однушки и то будет хлеб потому что у меня рука вообще не тянется к однушкам я лучше возьму одну например какую-то палетку и сделаю полноценный макияж с палеткой для бьюти блогера это ерунда но для обычного человека который просто снимает на банке столько естественно не нужно поэтому до конца года ставим перед собой цель что это нужно хотя бы на 30% уменьшить и не покупать я не уверена что я смогу не покупать но хотя бы нужно что-то заканчивать вот я сейчас взяла этот тон и просто чисто пользуюсь им чтобы он у меня закончился потом уже возьму следующий также я делаю и с пудрами и с румяными например сейчас у меня в использовании вот эти румяшки они должны у меня закончиться потом уже можно приступить к этой палетке то же самое с хайлайтерами и со всеми остальными продуктами поэтому это действительно много почему я для вас сняла это видео могу объяснить я просто делала порядок у себя в ящике я просто беру эти органайзеры протираю видите они у меня грязные и просто переставляю косметику обратно я решила вам показать все это дело на этом все обязательно ставьте лайк этому видео подписывайтесь мне будет безумно приятно если вы напишите какой-либо комментарий буду радовать вас каким-то разнообразием не только мукбанками а какие-то другие форматы тоже будут присутствовать на моем канале всех люблю целую всем пока пока